Тельцы приветствую вас меня зовут Ева Лехцер вы на моем канале и для вас я снимаю ваш таро прогноз на неделю в период с 14 по 20 августа 2023 года посмотрим проанализируем тот событийный ряд который мы должны прожить и будем смотреть что же нужно запланировать на эту семидневку помогут мне сегодня в этом радужная таро также ленорман голубой совы поэтому приступаем карты прям просятся сами и так тельцы общей энергии недели вопрос предостережений и рекомендации что же у вас здесь по факту король жезлов девятка чаш и мы видим жрица первое что напрашивается вне зависимости этого планируете вы или не планируете здесь может быть формат тайного поклонника потому что король жезлов девятка чаш и жрица кто-то в отношении вас может проявляться в первую очередь информация здесь ее для девушек и женщин если мы будем смотреть мужчин то здесь это у вас может как гореть страсть кому-то знаете как влечение интерес потому что если смотреть по этим картам девятка чаш и жрица это желание проявиться но кому если мы смотрим по аркану суд это касается каких-то прошлых отношений то есть вы будете для себя смотреть прощупывать почву что же там у вашей партнерши на текущий момент в личной жизни как обстоят дела и стоит ли пытаться каким-то образом проявляться конечно же здесь речь не только о личной жизни если мы будем смотреть то в принципе король жезлов он нас указывает на ситуацию не только взаимодействие с кем-либо как характеристика ситуация это всегда огонь интерес мотивация девятка чаша жрица это углубиться какое-то любимое дело хобби посвятить время себе потому что девятка чаша жрица это в первую очередь напитаться эмоционально напитаться душевно это может быть отдых релакс повторюсь погружение в какие-то свои хобби особенно если это касается вопросов обучения изучение чего-либо потому что жрица это всегда рост духовный рост личностный не просто знаете как сидеть там вышивать крестиком допустим и нарабатывать для себя какие-то новые навыки по вышивке нет то есть это немножко глубже это изменение мировоззрения философские убеждения но то есть кстати еще по этим картам это может быть период энергетических чисток который для вас может прийти успешно потому что если смотреть по арканам то что восстановит ваши силы и энергетические и физические если просматривать в целом данную триаду карт относительно вопросов личной жизни что у нас для тех кто здесь свободен по аркану отшельник это сама ситуация самодостаточности то есть я не вижу чтобы девушки здесь проявлялись потому что по отшельнику это по отношению к вам кто-то будет проявляться проявлять внимание если здесь идет речь о мужчине то это искать искать выход из ситуации какого плана отношения которые давно разорваны то есть поркам смерть которые мертвы искать ключик так их восстановить если смотреть ситуацию для тех кто у нас состоит в любовных треугольниках то туз мечей говорит о ситуации прояснения попытки проверить партнера партнершу на чувства на эмоции на искренность то есть на самом деле что ком человек ощущает понять какие-то его скрытые мотивы то есть разобраться в этой ситуации если смотреть эту триаду карт для тех кто у нас в стабильных союзах по пажу пентакли это акцент на стабилизации отношения это желание пробудить их них и чувственность и страсть и более того знаете как расти вместе личностно духовно преодолевать ситуацию споров конфликтов вы с ними взаимоотношений в первую очередь по пажу монет это может касаться вопроса воспитания детей а также нюансов связанных с распределением семейного бюджета то есть вопросы доходов и расходов потому что здесь хочется и на удовольствие какие-то потратите на что-то важное отложить то что вам необходимо поэтому здесь будут такие колебания если смотреть данную триаду карт относительно вопросов работы и заработка и на текущем этапе вы у нас не работаете работать не можете то по аркану маг это желание углубиться в любимое дело отточить свои навыки чтобы при помощи этих навыков зарабатывать потому что вы сейчас на текущем этапе понимаете что можете быть на попечении финансовой помощи поддержки короля жезлов но девятка чаши жрица это внутреннее понимание осознание того что это все прекрасно но вам нужно иметь какую-то свою финансовую подушку безопасности поэтому вы будете работать над этим вопросом если вы у нас соискатель по жезлов указывает на ситуацию что вы будете подавать резюме ходить на собеседование но здесь пока нет отклика нет отдачи поэтому многие из вас могут погрузиться вопросы поиска себя что действительно является вашим призванием в то ли вы нише ищите действительно ли вам это нужно или может стоит акцентировать свой взгляд и свое внимание на каких-то других вещах если смотреть ситуацию для тех кто у нас является наемным сотрудником по восьмерке жезлов во первых для вас это может быть сама по себе ситуация когда тихонечко на ушко шепнули что вас здесь повышают потому что король жезлов и девятка чаш это упиваться успехом довольством ситуации и жрица так как информация которая доносят вам скрыто но помимо всего прочего это может быть сама по себе ситуация когда у вас по отношению кому-то там коллеги работодателю идет ситуация страсти влечения поэтому здесь восьмерка жезлов это как бороться с этим моментом и опасаться сплетен то есть если таковые отношения у вас есть даже жрица вам рекомендуют держать их в секрете держать их в тайне если смотреть ситуацию для тех кто у нас является владельцем собственного дела то восьмерка чаш это знаете когда себе время немножко отдохнуть отойти отдел потому что если смотреть по картам по королю жезлов вы так солидно вкладывались могу произойти выгорание поэтому девятка чаш и жрица здесь я не могу сказать что прям совсем ушли в отпуск ушли в загул у вас может быть такое знаете как упоение ну например вы прокачиваете свои навыки что-то там подучаете или обучаетесь новым каким-то азам вместе с тем и растете и развиваетесь и отдыхаете потому что для вас это обучение или в эти новые навыки это как пища для ума для размышлений как ваш рост и здесь не закрыть дело здесь как временно отойти отдел то есть если вы работаете сами на себя у вас нет какой-то команда это пока ситуацию представить поставить на паузу или же кому-то делегировать свои задачи свои полномочия по состоянию здоровья что же у вас здесь восьмерка пентакли вот о чем я вам говорила переработали идет внутренняя усталость физическая эмоциональная ментальная хочется отдыха и восстановления поэтому если вам организм дает такие сигналы не противтесь идите у него на попад на поводу потому что ваше внутреннее я лучше знать что вам необходимо на текущий момент чтобы вы потом знаете как не выпали в осадок то есть несколько с болячкой не упал иммунитет поэтому не гоните лошадей если есть возможность отдохнуть и лучше отдохните или восстановитесь что у нас здесь в качестве предостережения семерка жезлов тройка жезлов и как мы видим паш чаш это как поменьше социальной активности потому что семерка жезлов это закрыться отгородиться тройка жезлов и паш чаш от пустого общения от пустой растраты энергии ресурсов и сил то есть концентрируйтесь на важном сконцентрируйтесь на себе может быть на вашей семье посвятите максимальное количество времени им может быть своим каким-то увлечением но здесь вот действительно как отгородиться закрыться ради сублимирования этой энергии чтобы впоследствии вложить ее в необходимое русло рекомендацию тут даже мне кажется смотрите одни карты вторят друг друга рекомендация на эту неделю по четверки мечей поставьте все на паузу и отдохните восстановитесь вот вам это нужно как нет никогда не берите на себя повышенное количество задач не бегите впереди паровоза все должно быть легко на лайте без перенапряжения и даже если вы внутренние интуитивно ощущаете что вот тренировки на этой неделе будет в тягость тут не вопрос линии и знаете как пытки отлынивать или отсутствие контроля самодисциплины смотрите чтобы вот эти вот нагрузки через силу не пошли вам во вред поэтому если вы внутренне ощущаете что не стоит то действительно лучше эти моменты перенести смотрим с вами неожиданность периода что здесь по факту как будет развиваться ситуация что мы видим сад лилии мужчина то есть первую очередь как я вам говорила это вот проявление эмоциональной сексуальной тяги по отношению к вам это в первую очередь у женщина потому что дерево да вот кто-то хочет связать себя с вами отношениями причем отношениями стабильными надеть длительного периода для мужчин это попытки восстановить союз еще сад и лилии и мужчина это попытки но не то чтобы сузить или ограничить общение по аркану всадник это уменьшить какие-то переписки созвоны то есть вот это убрать суету и хаос больше отдыхать больше восстанавливаться от этого общения то есть если с кем-то коммуницируете то есть это должно для вас быть полезным и должно быть конструктивным потому что всадник собака и кольцо здесь акцент только на личных отношениях или на отношениях делового формата но которые неизбежно во всем остальном это все-таки отдых восстановление и отойти от служебных дел и служебных задач потому что смотрите у вас садник смотрит в одну сторону собаков совершенно выною поэтому здесь может быть ситуация когда действительно кому-то будет делегировать свои дела свои задачи полномочия вот так вот такая у вас здесь неделька что ж как всегда я вам закрою расклад позитивными арканами чтобы для вас это неделя шла только в плюс было для вас продуктивной но вы пожалуйста по прошествии периода дайте знать напишите мне как она для вас оказывалась по факту какие события проигрались какие возможно нет для меня это очень полезно очень ценно в в первую очередь это помогает мне в чтении карты понимание того как они со мной взаимодействуют благодарю каждого из вас за ваши лайки комментарии за ваши донаты за ваши подписки если вы еще не подписались на канал обязательно это сделайте и вы будете в курсе всех видео которые меняют вашу жизнь лучшую сторону